Девушки отдыхают 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 К своему проекту любимому клубу охотников и рыболов. И поэтому, ну да, хорошо, возвращение домой. А самое главное, знаете что, когда твоя работа тебе доставляет удовольствие, когда есть отдача, ты приходишь, хоть и тяжело, скажите коллеги, несомненно, очень тяжело, тяжкий труд. Но когда есть какая-то вот отдача, да, вот какая-то энергетика от работы, блин, вот это тоже, конечно, несравнимые чувства. Мне сильно, вот у меня что произошло, да, за год, у меня такого, конечно, специфика программ, да, сильно такого положительного не было. О плохом не будем говорить, ни о судах, ни о моих задержаниях, ни о голодовках на улице. Давайте попробуем. У нас, например, зрители не знают, что про задержание. Ну да, ну да, всякое было, но я хочу отметить, что в своем направлении передач нами одержано много побед, да, которые сделают эту страну, где-то город, деревню, там, где-то одному человеку мы помогли сделать это лучше. То есть, а благодаря вот такому нашему творческому и светлому коллективу я не превратился еще в старую поганку. И ты еще жив. И я еще жив, да. Ты предлагаю поднять фужеры за это, друзья? Да. Понимаем? Ура! Ксения, у тебя что нового вышло в этом году? Слушай, Саш, ну, на самом деле много всего произошло, но я, как и ты, тебя прекрасно понимаю. У меня тоже возвращение на канал, поэтому пожимаем друг другу руки, как товарищи и друг друга понимающие. На самом деле событий было много, позитивных, информационных, действительно насыщенная жизнь. Сейчас мы сотрудничаем очень плотно с фондом Святой Екатерины, выпускаем разные сюжеты на этой тематике, вы уже прекрасно об этом знаете. Но о чем бы хотел сказать, наверное, самая главная победа, это вот мы с коллегой, с Алексеем Кузнецовым одержали победу над товарищами группы страховой. Федерального значения. Федерального значения, да, и, в общем-то, это такая была яркая победа, когда мы просто подпрыгивали с Алексеем, переселились до потолка, и просто, действительно, это очень было важно для нас. А теперь песня! А теперь песня! Слова любви вы говорили мне в городе каменном, а фонари с глазами желтым нас вели. Помоги мне, помоги мне в желтоглазую ночь. Позови, видишь, гибнет, а в сердце гибнет, в огне дышащей лады любви. Нам попугай грозил за горячей пальмовой веточкой, а город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Помоги мне, помоги мне в желтоглазую ночь. Позови, видишь, гибнет, а в сердце гибнет, в огне дышащей лады любви. Друзья, вы послушали все прекрасные голоса наших девочек. За себя я просто у Александра попросил сразу же вперед слово сказать, чтобы вы строго меня не судили. Спел как смог, а может и не спел, я не знаю, как даже это назвать. Как в простонародье говорится, медведь на ухо наступил, но не поучаствовать вот в этой сказочной передаче новогодней я просто не мог. Даже при наличии и отсутствии времени, поэтому строго не судите, друзья. Итак, поехали! Я милого узнаю по походке, он носит брюки галифе. А шляпу он носит на Панаму, ботиночки он носит на Риман. А шляпу, эх, он носит, шляпу на Панаму, ботиночки он носит на Риман. Зачем я вас, мой родненький, узнала? Зачем, зачем я полюбила вас? Ах, раньше ведь я этого не знала. Теперь же я страдаю каждый час. Ах, раньше ведь я этого не знала. Теперь же я страдаю каждый час. Вот мальчик мой уехал, не вернется. Уехал он, как видно, навсегда. В Москву он больше не вернется. Оставив только карточку свою. В Москву он больше не вернется. Оставив только карточку свою. Ю-ю-ю-ю-ю. Ну, с голосами, можно сказать, у нас, можно сказать, и не у всех прям ангельские. Вот, вот, Сеня, расскажи эту историю про хор. Она очень замечательная. Однажды я Александру рассказала свою историю, он меня спросил, ну как ты поешь вообще? Я говорю, ты знаешь, я пою очень хорошо. Он так с сомнением посмотрел, спрашивает, да? Я говорю, да. Музыкальное образование у тебя есть? Есть, ответила я. Четыре класса музыкального образования. И что я помню вот с музыкальной школы, это то, что, да, я очень любила ходить на хор. Но как-то так всегда получалось, что хор стоял по правую сторону от меня, а я всегда отдельно от него. Но я всегда была уверена, что он начинается с меня. Поэтому я никогда не конфликсовала. И поэтому на вопрос Александра я смело ответила, да, я пою. Когда я послужил, я понял, я просто в угол ставил. Хорошо, вы можете, конечно же, сегодня послушать, как я спела эту замечательную композицию. И все скажут, что я спела. И ни один человек не скажет, что она не пела, понимаете? Самое главное, что хора теперь уже нет. Нет, есть только я и, да. Смотрим песню. Смотрим песню. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, Трут со спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, Спят подо льдом моря, трутся обось медведи, Вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрей земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрей земля. Крутят они, стараясь, вертят земную ось, Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось. Чтобы однажды утром, раньше на год или два, Кто-то сказал кому-то главные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрей земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрей земля. Вслед за весенним ливнем, раньше придет рассвет. И для двоих счастливых много-много лет. Будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть. Будет туман клубиться, белый как медведь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- А земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трутся бось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрей земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрей земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Да, наша Ксения выросла, да, с того времени, о котором она рассказывала. Хора нет, но вот прохожие, да, в центре Екатеринбурга, мы видим, они были рядом. Ты, как всегда, в кругу многочисленных людей. Ах, и пусть так будет всегда. Да, все самое лучшее. Only fun. Александр, песни-то у вас тоже есть? Конечно, как это так? Продюсерский центр и без песни. И без песни ведущего. Но программа «Продюсерский центр» это не значит, что песню про него. Песня про программу «Погодника по рыболову». Да, я вот зашел еще, мне вот понравилось, знаете, как-то, когда ты сам поешь, приходишь, свой голос тебе как-то не очень нравится. Приходишь, к Александру пришел, говорю, слушай, у меня не получается, и так далее. Он говорит, слушай, у меня тоже, ты думаешь, я с первого раза там и тоже ни на что не учился, но мне вот его песня как-то вот понравилась. Больше всех остальных тебе будет песня понравилась. Это уже заявка на конкуренцию. Да, я сейчас не могу. Главное, главное самое, мне клип понравился. Да, вот с этим я абсолютно соглашусь. Я тоже видела, мне очень понравилось и особенно припет. Давайте вместе со зрителями насладимся просто. Друзья, давайте, да, насладимся со зрителями. И еще раз отметим то, что каждый из нас все равно спел от души и для вас, наши телезрители. Солнце светит ярким светом, натуралом и вокруг. Почему же люди летом отправляются на юг? А на Урале ловятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Лучшим местом даже не ищи, только время зря потратишь ты. А на юге просто горе, и в тени плюс 35. Чтоб поплавать в Синем море, надо очередь занять. А на Урале ловятся лещи, боятся грибы, ягоды, цветы. Лучшим местом даже не ищи, только время зря потратишь ты. Укрепляют наши нервы, воздух средней полосы. И картошка, и консервы, и два круга колбасы. А на Урале ловятся лещи, боятся грибы, ягоды, цветы. Лучшим местом даже не ищи, только время зря потратишь ты. Есть у нас такие, кто играет на музыкальных инструментах? Я, я, еще раз, я. Можно, пожалуйста, я? Давай. Ну, я не буду хвастаться, много говорить на камеру, но талант такой действительно, может быть, не талант, а умение такое у меня есть. Я действительно закончила музыкальную школу по классу. Гитара, на-на-на. Очень романтично. У меня тоже был хор, как у тебя, Ксюш. Но в моем случае я стояла где-то вообще позади, потому что у меня в молодости был очень низкий голос, поэтому не видно, не слышно этой девочки. Но что хочу я сказать этим? То, что неважно, владеешь ты инструментом или нет, замечательно, что у нас есть такой телеканал, который не только может раскрыть музыкальные таланты, но и все остальные, поэтому к звездам обращаться к Александру Игнатову в телевизионный продюсерский центр. Ну, а всем остальным приходите за хорошее настроение. За хорошее настроение. Ура! Ура! Пойдем! Александр, вот смотри, не только ведь звезды, тебе приходят какие-то начинающие музыканты. Вот скажи просто, многим непонятно, может кто-то и хочет прийти, показать свой талант, как вообще попасть в программу? Это очень просто, надо просто обратиться в ВКонтакте, в группу ВКонтакте или позвонить на телевидение. Не вопрос. Дело в том, что я понял одно, программа должна помогать молодым, начинающим музыкантам, потому что кто в наше тяжелое время их продвинут, это им искать какого-то там продюсера, промоутера и так далее, и так далее. Обращайтесь, поможем, покажем, расскажем. Вот последний опыт у меня был такой, что оборотился один коллектив, они из Новосибирска, и мы записали программу интерактивную, по удаленке, как в период этой сложной пандемии. Просто записана программа, отправлялись им вопросы, они отвечали, монтированное видение, видео. Это большой труд, но получилось, я думаю. Поэтому, потому что надо пробовать, все надо пробовать. А я вот еще интересный момент такой знаю, что Александр начал заниматься диджейнгом. И очень часто мои коллеги не дадут мне сейчас сказать что-то иное. То есть очень часто у нас тут в студии звучат умопомрачительные композиции, лично меня не заряжают просто на максимум. Да, Миксер, планируешь ли ты, Александр, что-то создавать свое, вот наподобие ваших участников в группе? Понимаешь, я делал программу про диджея. Сначала сделала, ну, была такая у меня идея, давно хотела. И когда я пришел делать, снимать эту программу, мне очень просто подумал, что... А мне-то когда? Время идет, годы летят. Я услышал историю одного человека, который 70 лет и свою гитару. И когда я ему спросил, зачем ему надо, он говорит, ну, жизнь-то идет. А когда еще? Вот надо с мечтой жить. Вот у меня мечта была всю жизнь сводить диджеем быть. Вот, ну, появилось. Время пришло. Время пришло, появились возможности. Я приобрел контроллер, да, занимаюсь. Как-то так. Для души. Дай Бог, дай Бог, чтобы все получилось. И мой любимый тост, моложе, чем сегодня, мы уже не будем. Поэтому всему свое время дерзайте. Ура! 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 Вот обо всем поговорили уже, о наших песнях, о достижениях, мечты и вот самое главное, да, вот мечта, вот Ксения у нас новый сотрудник, да, она озвучила, что вот именно в этом году для нее он счастливый. Да, осуществилась ее мечта, она сейчас у нас ведущая, да, о какой программе никто не сказал, вот как всегда Алексей Кузнецов подметил важный момент, Ксения, вот за свою программу расскажите, как она называется, о чем она и как вы сейчас вот дышите на первых порах в оболеке. Сказать, что я живу, я еду на работу вот с такой улыбкой, я еду сработать домой, точно так же у меня улыбка от уха до уха, все благодаря, конечно, вашему коллективу и работе здесь, повторюсь. И, конечно же, Александру Игнатову, чью авторскую программу «Спортивная улица» мне удосуялось с большой честью вести. Спасибо вам, Александр. Ну, на самом деле, я ему говорила и неоднократно, как я мечтала не просто попасть, я мечтала, чтобы меня взяли вот так за ручку, понимаете, и повели. Да, и только «Газпром» зажигает ее. Мы желаем счастья вам. Счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись другим.